Всем привет! Сегодня мы сделаем еще один вариант медвежонка из воздушного шарика. Накачайте воздушный шарик, оставляя примерно 12-13 см хвостик. Из первых 7 пузырей мы сделаем голову. Делаем первый примерно 8 см пузырь. Делаем второй примерно 3-4 см пузырь. Делаем третий примерно 5 см пузырь. Делаем четвертый примерно 2-3 см пузырь. Делаем пятый примерно 4 см пузырь. Шестой пузырь делаем такой же длины, как мы сделали четвертый пузырь, около 2-3 см. Теперь делаем седьмой пузырь такой же длины, как мы сделали третий пузырь, около 5 см. Замыкаем оба конца цепочки из последних пяти пузырей в один замок. Теперь нам нужно продеть первый пузырь наполовину сквозь петлю из последних пяти пузырей. Из четвертого и шестого пузыря мы сделаем уши. Нам нужно замкнуть оба конца четвертого пузыря в один замок. При этом нам нужно удерживать первый пузырь в середине петли из последних пяти пузырей. И теперь мы замыкаем оба конца шестого пузыря в один замок. Поправляем все пузыри в нужное положение. Мы сделали голову медвежонка. Это ведь сбоку, сзади и спереди. Делаем восьмой пузырь длиной около 7-9 см. Это будет тело или животик. Сожмите шарик, чтобы сделать его мягким. Теперь делаем девятый и десятый пузыри длиной примерно около 9-12 см. Замыкаем оба конца цепочки из последних двух пузырей в один замок. Мы сделали ноги. Их можно оставить в таком положении. Я предпочитаю замкнуть все концы последних двух пузырей в один замок. Вот таким образом. Мы сделали ноги. Делаем одиннадцатый примерно 7-10 см длины пузырь. Это будет спина. Замыкаем оба конца цепочки из последних четырех пузырей в один замок. Остаток шарика я разделю на два пузыря одинаковой длины. В данном примере 12 и 13 пузыри получаются у меня длиной около 8 см. Замыкаем оба конца цепочки из последних двух пузырей в один замок. Мы сделали одну руку. Делаем 13 пузырь такой же длины, как мы сделали 12 пузырь. И замыкаем оба конца цепочки из последних двух пузырей в один замок. Оставшуюся часть шарика, если она у вас имеется, обрезаем и завязываем конец. Поздравляю, мы сделали медвежонка. Это вид сбоку, вид сзади. Если хотите, можете нарисовать мордочку нестираемым маркером, фломастером. Для примера я сделал еще нескольких медвежат, используя разного цвета шарики. Поздравляю, мы сделали медвежонка из одного воздушного шарика. Подписывайтесь на мой видеоканал, кликайте лайкс, комментируйте. Веселых вам выкрутасов!